всем привет сегодня я решил записать видео для тех кто хочет заниматься фристайлами или гоночными квадрокоптерами или там cinematic снимать какие-то видео короче видео для этих людей которые ни разу этим не занимались но спрашивали меня периодически о том с чего начать сколько стоит там и что это вообще такое и так далее короче это сильно отличается от диджай как вы понимаете что она собирается полностью самостоятельно вручную паяется там так далее можно купить готовый вариант у меня к сожалению или к счастью не знаю таких нету хотя на самом деле есть у меня есть синий вуп например я продупить ну переделал но как бы я покупал готовым то есть потом я сделал нарисовал 3d программе и напечатал на 3d принтере вот такие маунты мягкие вообще не должен быть жесткие но как бы относительно жесткий относительно короче к этим нюансам мы еще вернемся их будет миллиард вот фристайловый коптер выглядит следующим образом он состоит из рамы рама это карбоновая вот видите карбон сделано это для того то есть это не пластик до сделано для того чтобы создать высокую прочность и чтобы при ударе такие квадрокоптера очень часто ударяются обо все чтобы рама просто не развалилась она конечно же разваливается именно поэтому вот конкретно вот эта рама арматан хамелеон она с пожизненной гарантии на стоит 100 долларов стоила и пом стоит сейчас также и есть пожизненная гарантия то есть если у вас сломается луч вы делать фотографию отправляете в компанию арматан вам присылают этот ботом плейт вот этот нижний то есть он состоит сама сама рама состоит здесь в данном случае из нескольких частей как и на всех принципе квадрокоптерах то есть это здесь например вообще другая конструкция эти здесь ботом плейт отдельно и отдельно к нему крепятся лучи это лучи называется на лучах стоят мотор на ботом плейт прикручивается все электрооборудование то есть вот этот вот так называемый стек он просто полностью перекручивается к нижней части ботом плейт есть топ плейт соответственно верхняя панель вот и здесь в общем то на этом все заканчивается а вот здесь на арматане есть еще хотел сказать алюминиевая нифига титановая такая вот защита для камеры как бы я еще ни разу и ни одну камеру не убил мне кажется ну в принципе вот она наверно защищает каким-то образом здесь также держится камера то есть она прямо того что защищает камеру и раму от повреждений она еще и защищает служит крепежом для камеры курсовой вот такая собственно рама арматан и вот данная рама например это аромат spinner production это русские ребята которые находятся в тули и по вашим чертежам например могут вырезать какую-либо раму либо по общедоступным чертежам либо по своим чертежам у них есть свои рамы вот соответственно вы можете заказать у них карбон любой толщины любой формы все что угодно вам нарежут и относительно недорого то есть если вот эта рама например стоила мне 100 долларов то вот эта рама стоит по моему 2700 полностью в сборе лучи можно купить отдельно то есть если вы сломали луч вы можете купить их штуки там 23 на замену и просто просто заменить его вот и все таким образом кстати из остатков от этой рамы я собрал еще один квадрокоптер вот этот здесь есть нюанс здесь два луча одной толщины 6 миллиметров а спереди 5 миллиметров то есть ну все что у меня было из того я общем-то этот квадрик и собирал тем не менее он летает выполняет свои функции и так далее что еще можно сказать сразу же о квадрокоптере подход к выбору рамы должен быть очень серьезным потому что это влияет на то как будет лететь ваш квадрокоптер вообще многие любят маленькие квадрокоптеры 3-4 дюймовые там вупы и так далее кто-то собирает наоборот 7-дюймовые большие но надо понимать что все квадрокоптеры для своих целей большие 7-дюймовые квадрокоптеры ими довольно ну не скажу что сложно управлять но он большой и соответственно тяжелее и все маневры на нем ну как бы чуть-чуть сложнее так как сопротивление воздуха большое когда вы летите то как бы он такой более валки тем не менее он очень четко все отрабатывает но на 7-дюймовых особо никто не фристайли потому что пролетать между какими-то препятствиями в гэпах то на нем сложновато 3-дюймовые 4-дюймовые грешат тем что они очень легкие и очень большие вибрации создаются и большое сопротивление воздуха моторы довольно как бы тяжелый то есть ну в общем там тоже проблем хватает там большая тряска и люди пытаются постоянно ее победить это плохо получается как бы зато очень компактный размер методик дронов нет как бы я показать не могу но по опыту как бы знаю что люди жалуются говорят что есть так есть такая проблема то есть бы я сказал да что подходить к выбору рамы нужно основательно чем толще лучи например тем чем лучше карбона карбон бывает разный тем дольше продержится ваш квадрокоптер соответственно допустим при ударах у меня здесь защита стоит а вот здесь наберите не стоит вот и здесь в этом месте если он будет ударяться но здесь реже ударяется чем спереди обычно ты передом врезаешь то будет расслаиваться карбон я бы показал как это происходит но а хотя вот я могу показать да есть у меня вариант здесь видно как отламывается карбон то есть он иногда он прям отслаивается то есть прям вот распушается так как это слоистая структура она начинает распушаться торчать во все стороны потом когда вы берете квадрокоптер в руку у вас карбон впивается в пальцы и эти занозы невозможно потом достать потому что это очень тонкие такие тонкие волоски я не знаю здесь видите карбон на удачу хороший и он откалывается как камень это очень круто на самом деле то есть в принципе тульские тульские рамы можно похвалить спиндер продакшн в этом смысле они молодцы конечно я не знаю что насчет это кстати и храма то есть называется по назову типа стриж а потом стал называться night fury но это не имеет значения назвать может как угодно суть в том что я к ней уже привык и это вот очень тоже важный момент о котором вам мало кто расскажет а я вот и расскажу суть в чем суть в том что каждый раз вы покупаете раму вам каждый раз нужно придумывать как разместить в нем железо то есть все компоненты да и с регулятором если все понятно да вы просто прикручиваете его в заведомо прорезанные дырки собираете такой так называемый стек вот как здесь например хотя раньше так не делали раньше делалось понятно как раньше делалось вот следующим образом бывает по раздельности регуляторы а бывает 4 в одном так как например сделано это здесь здесь вот одна плата это нижняя плата это все четыре в одном регуляторы к нему подпаиваются моторы здесь же как бы моторы идут припаяны к этому регулятору сейчас здесь регулятор просто спрятан за ленты я не стану раскручивать по сути тоже такая платка их здесь четыре штуки вот и далее она идет на плату распределения питания и деби так называемые здесь находится плата пенеби но по сути это тоже стек видите здесь две платы стоят одна на другой как бы выглядит примерно тоже похожим образом он бывает стеки из трех как бы стеки башни и на из трех компонентов да например вот на этом квадрокоптере который синеву так мы здесь сложно будет увидеть здесь вообще 20 на 20 размер он такой довольно мелкий вот но там три платы то есть регулятор полетный контроллер и сверху еще видеопередатчик прикручен здесь в принципе это не особо критично ну то есть такое расположение а почему она критичная кстати тоже обязан об этом рассказать потому что за свою ну недолгую но тем не менее блин достаточно большую карьеру пилота квадрокоптера я понял что такое расположение но не всегда выгодно не всегда правильно ну вкратце если говорить то невыгодно но потому что очень большие вибрации передаются с рамы на полетный контроллер вот и когда у тебя сверху еще установлен какой-то там еще какая-то плата виде передачек например и она тоже каким-то образом вибрирует то паразитные вибрации образуют поэтому полетный контроллер обязательно нужно всевозможными демпферами как бы отделять от остальных компонентов и ну стараться сделать так чтобы на него приходил меньше вибрации с синелупами в принципе они в принципе вибрируют как бы у них большое сопротивление воздуха потому что эти дакты моторы у них маленькие как бы ну и общем они созданы для других целей они все летают так вот вибрируют но здесь если установить gopro там 6 7 и выше это кстати крепление сделано для 5 gopro 6 тоже можно использовать такой специальный mount на котором она как бы болтается скажем так вот и благодаря тому что она демпфируется видео потом легко стабилизировать в программе для стабилизации real steady вот поэтому для таких квадрокоптеров в принципе ну не особо важно как раз расположены компоненты тем не менее всегда собирая квадрокоптер вы столкнетесь с теми или иными трудностями вот у меня есть рама так называемый удлиненный night fury то есть нет есть я уже показывал спиннеровский night fury вот а это удлиненный night fury отличаются они тем что одна немножко длиннее другой то есть ну разницу вы видите да вот это чуть длиннее соответственно здесь поместится больше компонентов чем здесь но либо это эти компоненты просто крупнее в данном случае это не очень крупные компоненты у меня здесь пустота практически вот но ранее здесь стоял довольно крупный профессиональный видеопередатчик такой мощный кстати цифровое оборудование диджай очки и все такое проще используют большие видеопередатчики такие диджай эйр юнит и поэтому им требуется больше места для размещения а вот например такой квадрокоптер диджай эйр юнит уже не поместить будет поэтому когда вы собираете квадрокоптер вы должны учитывать то на каком оборудовании вы будете летать это будет аналоговое видео это будет ну то есть зависимости от того что у вас есть если вы купили например аналоговые очки то соответственно передатчик тоже должен быть аналоговый если это диджай цифра то соответственно вы должны раму подбирать соответствующим образом то есть здесь должно быть место под цифровой видеопередатчик поэтому очень важно очень важно заранее определяться с тем какой какую оборудование вы будете использовать чтобы понимать с какой рамы вообще вам начинать вот вы конечно можете купить сразу готовый квадрокоптер пульт к нему и например очки вот пусть пусть это будет например пусть это будут диджай очки если вы выбираете очки диджай то вы соответственно должны покупать раму или квадрокоптер сразу же под диджай это должно быть написано на названии диджай эйр юнит там следующий момент это моторы например давайте так моторы бывают разные разных размеров и разные мощности соответственно мощность и количество оборотов взаимосвязаны параметры и на них влияет то на каких аккумуляторах вы летаете соответственно если вы летаете на четырех баночных аккумулятор если здесь приглядеться вы увидите что здесь четыре банки вот то есть 4s аккумулятора так называемые для них нужны соответствующие моторы для фристайла в принципе 4s достаточно по крайней мере я пока ну не испытываю какой-то сильной нужды в увеличении мощности вот поэтому моторы у меня соответствующие типоразмер у этих моторов 2306 ну то есть толщина и высота а мощность 2450 киеви для 6s аккумуляторов значение киеви будет другое это очень важный момент при выборе квадрокоптера вам обязательно придется с этим столкнуться и нужно понимать что вы хотите от своего квадрика если вы хотите супер там быстро гонять на ралли там или на дрифте или еще зачем-то за самолетами там пытаться угнаться то вам конечно надо заранее в этот момент продумать взять 6s моторы 6s аккумуляторы вот и обязательно чтобы был у вас 6s поддерживаемый регулятор вот это тоже очень важный момент то что если регулятор от двух до четырех с поддерживает то он у вас попросту сгорит вот это очень тоже важный аспект который нужно учитывать моторы бывают разных производителей выглядят они все соответственно тоже по-разному есть такие типа полу открытого типа есть более закрытого типа вот это вообще старые моторы но в общем суть одна в моторе находятся магниты статор колокол крутится вокруг статора и все такое в целом как бы рекомендации по выбору моторов такие вам нужно покупать моторы от именитых производителей желательно а еще лучше ну чтобы кто-то порекомендовал вам хорошие моторы потому что на рынке очень много всякого хлама например вот это имеет именитый производитель достаточно т-мотор вилокс вот но это самые дешевые моторы в линейке соответственно они как бы сделаны и не из самых топовых комплектующих поэтому у них есть как бы определенный ресурс но он не такой большой как у профессиональных моторов то здесь где-то какая-то экономия на материалах и допустим колокол может быстрее выйти из строя например или обмотка там погореть быстрее но если вы летаете профессионально аккуратно и старайтесь там ни обо что не биться то в принципе прослужит они долго у меня был такой опыт у меня были моторы амакс которые активно рекламируют некоторые видеоблогеры например ранник fpv вот они мне показались пластилиновыми некачественными хотя многие на них летают и говорят в принципе ок но мне они показались не очень качественными вот тем не менее я их восстанавливал периодически и жарили они дай боже то есть они я из них просто все выжил вообще и они у меня и плавали и бились об стену там четко с ними него и горели вот тем не менее их восстановил и долгое время на них летал но все это такое как бы костыли и поэтому вы должны понимать что это очень важный момент что в гоночном квадрокоптере гоночном квадрокоптере все расходники вообще все все что в нем есть это все расходники всего расходный материал вот помимо того что вы можно постоянно будете бить пропеллер они будут ломаться это самый основной расходник на втором месте возможно лучи или крепление для gopro или сам сама gopro но gopro мы не отпустим сейчас квадрокоптеру антенны часто страдают вы падаете где-то на гнется заминается перестает работать из-за того что она перестала работать выходит из строя видеопередатчик и это влечет за собой там если кого-то короткое замыкание то может замкнуть и полетный контроллер и плату распределения питания все что угодно и камеру все зависит от того как вы это все припаяли или как припаяли с завода вот поэтому в гоночных квадрокоптерах все расходник если вы стараетесь летать на фристайле то это тоже все полностью все расходник что трюки делать это извините ну понятно каков будет результат если вы хотите снимать синематик но при этом вы не опытный летчик например опыта у вас совсем мало то это все еще весь квадрокоптер все еще расходник потому что вы можете его улетит упадет в воду что чаще всего происходит потом вы там не найдете либо найдете он весь заржавеет что-то замкнет обычно когда квадрокоптер падает в воду первые минуты все в порядке если батарейка была не полностью высажены то все будет замечательно но надо понимать что батарейка подключена будет квадрокоптеру и он будет лежать под водой если вы его вдруг найдете допустим сразу же и вытащите то все ваше электрооборудование замкнет и большая часть его просто сгорит мотор могут сгореть скорее всего сгорит пдб под распределение питания и регулятор полетник скорее всего тоже погорит но много чего может сгореть поэтому если вы допустим видите квадрокоптер свой гоночный или представим вы лежащий в луже то вам нужно подойти то есть подписать это луже вот такой вот уровень да если вы видите что она что квадрик подключен вам нужно засунуть руки под воду и под водой выключить его вас не ударит током все нормально здесь не такое большое напряжение но тем более податом она все это дело обезопасит короче под водой отключаете аккумулятор вынимаете и вынимаете квадрокоптер и тогда скорее всего ваше оборудование будет спасено но обязательно вам нужно будет его долго тщательно сушить и скорее всего разобрать чистить ну и сделать ревизию как минимум вот очень часто люди полностью герметизируют свои квадрокоптера это обязательно нужно делать кстати просто ну знаете вот вы летаете например да и где-то что-то брызнула на мир или там не знаю чуть-чуть он в воду попал чтобы сразу у них закоротила лучше конечно заливать платы какой-нибудь жижей жижи бывают разные их очень много я например сейчас использую клей b7000 вот всем его рекомендую соответственно клей b7000 в чем его преимущество он ложится тонким слоем и растекается по поверхности плат и заливает как бы ну все вот щели все дырочки а потом допустим если вам нужно что-то припаять или вам нужно там не знаю поменять какой-то компонент вы просто берете маленькие ножнички поддеваете этот клей втыкаете с него и начинаете его проворачивать и потихоньку наворачиваете этот клей на ножнички например потихоньку потихоньку таким образом вы не отделете какие-то компоненты с платы они останутся на месте и ну соответственно удалите клей плавно есть например спиннер жижа такая жидкость что-то типа лака которая растекается тоже все покрывает но у нее есть минус она трескается и чтобы удалить вам нужно будет полностью плату поместить в растворитель например на несколько часов для меня это не очень удобно как бы я ну зато плата очистится можно зубной щеткой быть потом почистить и все будет достаточно чисто я такие варианты не очень люблю поэтому я вот бы см ты сейчас использую активно вот но я бы не сказал что это на сто процентов защищает вашу электронику почему потому что как вы видите на электронике в данном случае на приятном контроллере очень много разъемов вот разъем здесь разъем тут разъем здесь подключается он по юсб компьютеру соответственно эти разъемы тоже надо герметизировать но если вы загерметизируете вы ничего сюда уже не воткнете да вот поэтому это как бы обламывает все и как бы смысл вашего вашей блокировки вашего водонепроницаемого покрытия вообще теряется если вы не покрываете не закрываете вот эти вот разъемы не герметизируете их потому что ну там тоже соответственно есть плюс-минус контакты если их замкнет то произойдет как короткое замыкание на плате поэтому я например герметизирует частично без разъемов то есть я разъем герметизирует вот вот в этих местах где они присоединяются к плате а сами сами разъемы ну стараюсь туда не залазить поэтому для меня как бы ну если как часть воды попадет то ну ладно не страшно а вот если он упал в воду то да я просто отключая батарейку под водой достаю его и больше на нем не летаю допустим сутки он стоит у меня на батарее сушится там и так далее еще очень важно если у вас какие-то компоненты находятся под термоусадкой ну допустим вот термоусадка да здесь здесь термоусадка у меня вот например здесь термоусадка и здесь термоусадка да это очень хитрый момент с одной стороны но вроде когда защита есть от влаги термоусадка на самом деле здесь спереди и сзади она как бы открыта вот и туда может влага спокойно попасть а если влага попадет внутрь вот сюда под эту термоусадку то она будет там очень долго стоять и никакая там сушка ну как бы сушка поможет очень длительные не знаю если вы как когда-либо заливали свой телефон мы увидели что под дисплеем вода остается очень надолго вот поэтому как бы если вы залились он оказался под водой ваш квадрик то вам обязательно нужно будет все это разбирать снимать эту термоусадку сушить и потом опять усаживать термоусадку почему я использую здесь термоусадку первое потому что так элементы проще крепить на раму я использую двусторонний скотч и утяжки вот то есть я на двусторонний скотч приделываю компонент какой-то в термоусадке который находится и стягиваю не сильно стяжками вот такими вот вот соответственно таким образом он не будет болтаться он будет находиться зафиксированным в одном месте это важно потому что если вы не не прикрепите компонент к раме вот видеопередатчик например да то он может вылететь отсюда и винтом его просто-напросто разобьет и скорее всего оторвет он улетит замкнет все внутри и так далее это очень важный момент ну как бы когда первый раз первые месяцы в хобби вы этого даже не знаете не понимаете почему так как бы ну то есть для вас это будет скорее открытием в какой-то момент через год через два но я это вот нудное последовательное видео записываю как раз для того чтобы вы избежали этих ошибок в дальнейшем да и чтобы вы понимали что не нужно делать а что нужно вот соответственно вот это у меня ну скажем кабель с разъемом питания называется он x60 вот на аккумуляторе мама здесь папа вот и соответственно видеть что у меня здесь тоже термоусадка указал здесь то зачем термоусадка она же уже есть вот здесь вот на самих проводах они все так просто если мы возьмем мы возьмем топ-плейт то мы увидим что в этом месте так как вывел я вот например сзади питания я могу и вывести его сбоку да ну почему я не вывел сбоку а вот почему видите чуть что там где-то подомнется и винтами просто я разрезу свой свои провода питания а это самые самые мощные силовые провода ну как бы проблема будет очень серьезно поэтому я вывел назад здесь ничего не цепляет вот но есть другая проблема она перетирается так как аккумулятор находится здесь он притянут соответственно здесь вот таким хлястиком вот и подключен он примерно вот таким образом вот таким вот образом соответственно когда вы отключаете аккумулятор от разъема да вот момент здесь вот такое трение происходит он перетирается в этом месте об карбон и соответственно провода оголяются и могут замкнуть так как карбон является токопроводящим материалом вот здесь незаметно будет появляться значит такая перетертость а потом в какой-то момент она просто замкнет вот это об этом вам тоже никто не расскажет это все достигается опытным путем еще надо отметить что в сообществах посвященных fpv есть две категории значит людей ну или там две категории сообществ это совсем нубы и совсем профессионалы со всем профессионалом вам с вами вообще не интересно общаться потому что вопросы одни и те же дебильные вы задаете как бы отвечать вам времени нет как бы вот соответственно есть какие-то группы там чатики где сидят молодые нубы ну или там не знаю люди которые считают что они уже там чего-то там добились например но в принципе еще как бы пытается разобраться в теме я тоже не как бы не обламываюсь сидеть таких чатах иногда что-то кому-то подсказывали что-то сам для себя узнаю хотя чаще всего конечно я что-то подсказываю потому что ну я уже достаточно много поел всего с этим хобби и проблемы которые у меня были которые не смогли лишь решить настоящие профессионалы мне приходилось решать самостоятельно вот об этих проблемах я наверно расскажу как-нибудь ну может быть в процессе вот рассказа про вот это все дело соответственно мы поняли да что кабель питания ну не должен перетираться этот нюанс очень важно нужно обязательно закреплять все компоненты и все провода обязательно нужно скручивать в косичку такую вот то есть помимо того что у вас все должно хорошо быть припаяно правда должны быть короткими сами провода должны быть короткими и они должны быть скручены в косичку делается это для того чтобы не создавать дополнительных шумов шумы идут все на видеопередатчик и потом вы когда летаете вы видите помехи ну и соответственно это создает такой печальный эффект скажем так про выбор пропеллеров я вам ничего сказать не буду это в принципе ну такая открытая тема тут ничего сложного нет все зависит от наверное того как вы хотите летать если хотите супер быстро летать вам стоит стоит обратить внимание на шаг пропеллеров то есть здесь видите разный уклон у пропеллера вот может быть в данном случае 3 4 или 4 3 4 3 раньше летал на пятерке сейчас поменьше стал шаг выбирать соответственно если там шаг будет больше то за меньшее время и меньше процент газа вам удастся добиться больше высоты господи я не знаю как это объяснить ну суть в том что вы просто будете больше проходить расстояние скажем так за единицу времени ну в общем не важно не суть это все в принципе вам в любом магазине расскажет антенны антенны бывает нескольких разных типов вам лучше все брать все направленные антенны выглядят они вот примерно все одинаково вот так они выглядят вот так они выглядят еще не могут выглядеть ой я куда-то куда-то их поутаскивал ну суть в том что данный тип антенны все направленные и там маленький клевер находится внутри и в принципе она бьет как бы во все стороны вот поэтому ваш сигнал будет легко поймать вашими наушниками очками наушниками было бы смешно вот есть еще другие антенны но об этом вы миллион раз везде узнаете там что касается камер то камеру лучше брать просто какую-нибудь современную и подороже просто смотрите в сторону например фоксир или кадикс я летаю на фоксирах но мне кажется что надо уже переходить на кадикс потому что кадикс используют для цифровых fpv видеосистем и я думаю что туда вкладываются большие деньги они это все развивают и скорее всего камеру них поинтереснее по качестве не хотя последние фоксиры тоже хороший результат показывают принципе и мне пока достаточно вот но не знаю вам может быть мало а может быть вы вообще будете летать на цифре и вам купите очки комплект кадикс vista там и в принципе вас эта тема не будет беспокоить про это тоже очень много всего есть в интернете это отдельная тема я летаю только на аналоги потому что на цифру у меня пока нет денег вот поэтому эту тему я вообще даже не затрагиваю да это и не важно потому что ну как бы сегодня у нас разговор про гоночные про фристайл квадрокоптеры в их как бы первоначальном перевозданном виде вот с этого все начиналось как бы и так оно и до сих пор в принципе существует и всякие топовые фристайловые гонщики летают до сих пор на аналоге что задержка там меньше и в общем то проблем с этих с этим никаких не испытывают так вот мы определились например с рамой мы поняли что нам нужно там определенного типа рама какая-то вот такая например да и допустим вы купили ее в сборе сразу квадрокоптер да вот ну скорее всего когда вам придет ваш квадрик он будет не совсем в сборе нужно будет естественно поставить пропеллеры и припаять радиопередатчик очень часто радиопередатчики сразу же припаивают ну то есть за дополнительную плату вы там можете докупить это будет фирс sky протокол либо crossfire например тбс это радиопередатчики которые сильно друг между собой отличаются и сейчас еще новый появился протокол и rls и как бы все силы сейчас направлены на то чтобы его развивать вот но чаще всего люди летают на crossfire потому что он более дальнобойный и довольно мощные и проблем с ним вы испытывать как бы не будете скорее всего но может быть это и протокола for sky у меня допустим здесь стоит на этом квадрике xm плюс и мне ни разу не подводил то есть я примерно знаю радиус действия и я стараюсь не улетать куда-то за пределы тем более что у меня в очках на он-скрин дисплее то есть на дисплее выводится rssi то есть приблизительное качество сигнала между приемником передатчиком и я могу понимать куда мне стоит залетать куда не стоит ну и принципе опыт уже как бы дает понять что некоторые вещи делать просто не нужно вообще проделать не нужно это отдельная очень важная тема потому что очень многие люди кто только заходят в хобби стараются сразу приставил трюки крутить там что-то там вот идут летать в парк ближайшие там что-то какие-то выполнять там трюки я вам скажу так что делать этого не надо вообще то есть это это прям чревато меня были эпизоды и у меня самого и у моих знакомых когда люди страдали от того что у тебя например внезапно просто пропала видеосвязь она может пропасть в любой момент от этого никто не застрахован как когда вы летите в очках все зависит от того как настроено ваше пиве оборудование а то как настроен как с припаяно все какого качества у вас компоненты да все ли вы допустим допустим вы вчера упали до сегодня опять пришли полетать они отвалились там чего вы знать этого не можете если вы не проводили полную ревизию вашего квадрокоптера даже если вы проводили все равно остается небольшой процент того что где-то что-то может отойти коротнуть какие-то помехи там появиться в каком-то месте и так далее вот то есть вы никогда не застрахованы от падений никогда вообще совершенно никогда поэтому никогда не летайте над людьми только за исключением если вы летаете на сверх легких квадрокоптерах либо квадрокоптерах с защитой но допустим на этом квадрокоптере есть защита да то есть если допустим я во первых он летит не быстро то есть я не разгоняюсь там свыше 50 км в час хотя 50 км в час это тоже очень быстро во вторых если я в кого-то врежусь то скорее всего защита сработает и ну как бы квадрик отскочит от человека да и не повредит его но допустим данная конкретно рама она сконструирована немного неправильно и вот здесь лучи выходят как бы за пределы этой защиты если этим лучом кого-то зацеплю то я могу травмировать человека например понятно что я его не убью да скорее всего у него его не покалечу там на всю жизнь но ссадина может быть серьезной и как бы на таких квадрокоптерах тоже желательно стараться держаться от людей подальше но если летите сверх медленно то можно вот а вообще если вы хотите летать прямо в толпе людей то вам следует выбирать маленькие синие вупчики такие сейчас продаются там синий лог разная компания и айфлайт делают и гиперси там по полным полной всяких разных с ними есть тоже свои геморрой у меня такого нет сейчас данном данный момент им очень сложно управлять как правило вот но у него отличная защита и на них устанавливается специально нэйкед гоупро стоит она безумных денег но принципе и новая гоупро тоже стоит немалых денег надо заметить поэтому я летаю на 5 гоупро 5 гоупро у меня для фристайла если я хочу там ударяться об стены то я ставлю пятерку если я хочу снимать какой-то синематик я ставлю шестерку потому что там качество получше немножко и гироскоп который установлен на 6 гоупро лучше все подходит для стабилизации в программе real steady об этом тоже полной информации в интернете я думаю в этом разберетесь найдете и так далее чтобы не потерять ваш квадрокоптер вы ставите на него gps модуль на самом деле для таких квадрокоптеров это немножко боль но в принципе если вы берете заводской вариант полностью собранный квадрокоптер то скорее всего там уже все будет настроено вам останется только более точная настройка в программе бета-флайт или айнаф там в зависимости от софта который вы будете использовать весь квадрокоптер все полностью оборудование настраивается при помощи компьютера при помощи программы ну чаще это бета-флайт эмуфлайт или там другой какой-то форк этой программе этих программ либо если вы летаете на оборудование от фитек или там на кис то там свое у них будет оборудование в смысле свой софт вот настраивается там тоже на своим отдельным образом но самое главное что вы должны знать что квадрокоптер купленный где-либо в ну в интернете в магазине смысле собранный скорее всего уже будет настроен нормально и вы на нем уже сможете тренироваться учиться летать и даже что-то снимать возможно на него не будет крепления и вам нужно будет крепление либо создавать самому либо искать модель на сингверс либо еще где-то либо просить кого-то сделать для вас крепления потом печатать его вот лучше конечно купить сразу готовый вариант с креплением под вашу гоупро который у вас есть и не париться вообще вот но если вы все-таки решили собирать ваш квадрокоптер по компонентам то это отдельная боль во первых вам нужно научиться паять и если вы умеете паять это очень хорошо если вам кажется что вы умеете паять это мой случай то вам лучше подучиться потому что работать с флюсами всевозможными очень важно очень важно понимать насколько насколько правильно вы закрепили соответственно про провод на плате то есть но это очень важный момент то что если вы как-то там чуть-чуть припаяли там что-то как-то его присоединили все не значит что он не оторвется что все компоненты здесь довольно подвижные там где-то по пальцам что-то трогаете там вот и что-то может порваться отлететь оторваться внезапно в любой момент и будет катастрофа обычно это заканчивается катастрофой либо вы теряете квадриком либо он тонет в море там или еще где-то его прилетает кому-нибудь в голову это вещи такие очень важные про безопасность мне кажется надо отдельное вообще видео записывать но не суть если боитесь потерять свой квадрокоптер то вы можете установить на него специальный автономный бипер если такая пищалка когда допустим ваш квадрокоптер падает вы не можете его найти если у вас батарея подключена то вы можете с пульта нажать соответствующий тумблер и он будет пикать если ваш батарея при ударе отлетела то ваш автономный бипер через там 10 секунд начнет сам пикать еще там есть светодиод он будет еще мигать то есть если вы ночью будете искать вам будет проще его найти но надеяться на него вам не стоит потому что если вы улетели далеко и вылетали день в лесу или там в густой траве то вы искать будет очень долго у меня есть видео на канале на эту тему как долго я порой разыскивал свои квадрокоптеры это конечно боль также можете использовать метку от apple rt вы можете использовать gps и пользоваться координатами встретить видео как я потерял свой квадрик там принципе про это немножко есть но там тоже буквально все в двух словах не вдаваясь скажем так в подробности так вернемся к теме вы решили собирать квадрокоптер самостоятельно значит вам нужно понять я уже сказал да какая у вас будет рама что за рама соответствует ли она современным требованиям или нет вам будут конечно на барахолках на всевозможных или на авито предлагать какой-то там собранный квадрик или какие-то там рамы но как правило это всякое дерьмо китайское сейчас их очень хорошо подделывают вы хорошо подделывает выглядит она также настоящая карбон там дешевый и как бы закончится эта рама гораздо быстрее чем можете предположить поэтому переплатите лишний раз там полторы две тысячи рублей и купите нормальную раму и будет она вам служить верой и правдой долго и счастливо вот соответственно мы определились с выбором рамы а мы определились примерно с моторами мы поняли что мы летаем там допустим на 4s вот как сейчас мотор у нас по 4s 2200 2450 киви 2550 киви вот соответственно мы подходим к выбору регулятора регуляторы бывают разной мощности лучше брать сразу регулятор с прошивкой был или с либо какой-то в общем 32 битный регулятор что это значит это значит что регулятор современный мощный поддерживает двусторонний дышат так называемый что это это тоже отдельная тема но давайте не будем об этом сейчас как бы это обсуждать просто постарайтесь не экономить на регуляторе то есть это очень важный момент конечно для начала вам в принципе может подойти любой ну и попроще регуляторов просто любой современный недорогой регулятор но я бы рекомендовал не искать или летать ровно и быть уверенным в своем квадрике то покупайте регулятор подороже но это примерно от там четырех четырех с половиной тысяч и выше желательно вот тоже желательно известных каких-то брендов вот заходите на в магазины air hobby например или fix fly смотрите регуляторы сразу там четырех с половиной тысяч скорее всего это будут нормальный регулятор это могут могут быть регуляторы speedx могут быть девай с там да много кто делает хорошие регуляторы на самом деле ну в общем то нужно ориентироваться на то сколько ампер он выдает допустим там написано 40 ампер 45 или 50 это уже хорошо и стандартный был х или с замечательно значит у вас будет двусторонний дышат работы значит будет отлично работать фильтрация значит ваш квадрик не будет сильно колбасить то есть он будет все отрабатывать четко и замечательно по регулятору ну вкратце все наверное на регулятор я припаиваю вот такой конденсатор тоже помогает наверное все говорят помогает я не заметил разницы но вроде помогает от дополнительных каких-то помех в общем такая как бы опция и вывожу его тоже назад кто-то его сбоку выводит но я не знаю когда сбоку что-то торчит что здесь пропеллеры как бы небезопасно вот соответственно полетный контроллер полетные контроллеры лучше покупать на процессорах f4 называется это должен быть полетный контроллер с mpu 6000 f4 и выше допустим f4 и или там f7 f722 вот я бы рекомендовал просто на эти две вещи их запомнить да и покупать соответственно f4 или f7 для начала можно f4 купить потом например f722 потому что там больше портов вы можете там еще всякие gps и припаять или что-то еще там led какие-то там ну в общем не важно соответственно полетному контроллеру это мозг как бы к нему все подсоединяется там отовсюду приходит информация там обрабатывается и соответственно уходит опять куда-то там либо на видеопередатчик там еще куда-то там в общем нубовское объяснение как бы то того как все работает поскольку я гуманитарий не технарь я вам объясняю как как могу как знаю ладно короче говоря с этим разобрались я уже сказал про то что нужно использовать демпферы обязательно но это я уже озвучил вот что еще еще очень важный момент это антенна вот у нас здесь установлен приемник от приемника tbs crossfire и у него есть вот такая вот антенна она называется immortal и тут я должен поставить смайлик immortal вот на самом деле вот immortal через два вылета он уже не immortal он превращается просто в тряпочку вот и крепятся эти антенны ну по-разному вот есть обычно с новой рамы приходит какое-то модное такое пластиковое крепление вы в него помещаете антенну да и размещаете например вот таким образом да кто-то размещает в в-образно вот так наверх это называется t это в бывает ну то есть для того чтобы грамотно работал радиосигнал нужно либо таким образом размещать либо вот в образно какой-то угол то ли 90 градусов то ли я уж не помню 70 это вам желательно уточнить ну я всегда размещаю вот так например если возьмем другой мой квадрик вот то на нем это антенна размещена уже в другом месте то есть не сзади а вот здесь да и самое интересное то есть это вообще кстати не immortal антенна это просто промотки два проводка которые я вот таким образом стяжки я поместил в термоусадку соответственно проводки идут здесь и здесь а здесь уже вот стяжками прикрепил и и соответственно вот она таким образом здесь держится и никогда еще ни разу пропеллером я здесь ее не задел вот и почему я здесь ее размещаю потому что в какую бы сторону я не летел как бы я не повернулся эти провода они всегда будут открыты то есть я всегда будет прямой сигнал как бы вот на самом деле надо передать привет вове рибкову как бы он меня научил делать такие вот антенны за этому огромный респект вообще много много меня научил а самое главное чем он меня научил тому чтобы я научился сам разбираться в своих косяках вот они писать там всем подряд помоги собери там исправь там наводь и так далее короче говоря антенны размещая вот таким образом здесь вот тоже подобным образом вот и даже и даже здесь подобным образом вот казалось куда ты сядешь на землю и все порвется нет держится прекрасно медленно летает ничего такого страшного а здесь вот пожалуйста на ромотание она располагается сзади immortal вообще кстати так вот отойдем чуть-чуть от темы вот этот квадрокоптер и я собирал из более таких топовых запчастей изначально то есть рамы здесь дорогая там камера дорогая соответственно регуляторы тут раздельные там тоже не дешевая люминир сил к там что-то какой-то вот соответственно здесь тбс видеопередатчик стоит вот crossfire то есть все такое достаточно ну как бы дорогой исключение может быть полетного контроллера на полет который просто хороший f4 он не база зарекомендовавших себя то есть я хотел собрать надежную такую вещь и мотор кстати здесь тоже т-мотор я собрать просто надежную вещь чтобы летать в горах чтобы мне не было проблем получилось все наоборот то есть этот квадрик с ним постоянно какие-то проблемы то с моторами то это потряхивает то как бы кажется что как будто с рамой что-то не то люди жалуются на эти арматанские рамы что они слишком шумны то я думал уже что то может быть у меня с crossfire поменял crossfire потом я менял здесь видеопередатчик с этим видеопередатчиком тоже очень много проблем оказалось я уже с поддержкой тбс общаюсь уже как с мамой вот очень сложно почему-то снимут как-то вот так вот вышло то есть камера не дружит с видеопередатчиком с rapid fire с приемником на очках очень много проблем я не знаю почему вот как казалось бы какой-то там простенький дешевенький квадрик который я строил изначально на убой он оказался гораздо лучше по параметрам чем вот этот армата но на самом деле это было было так до определенного момента сейчас я все настроил сейчас этот квадрик у меня летает гораздо лучше вот так давайте подытожим до чуть-чуть смотрите получается так что очень важно подходить к выбору компонентов изначально ну то есть вы выбрали раму для фристайла вам нужно понимать какие компоненты будут у вас внутри есть полетные контроллеры и пдб платы там регуляторы размера 30 на 30 а есть поменьше 20 на 20 вот соответственно этот квадрик поменьше здесь 20 на 20 здесь 30 на 30 принципе сюда можно поставить и 20 на 20 здесь соответствующие прорези а нет здесь нет а вот здесь уже есть вот здесь есть дырочки под 20 на 20 маленький стек я бы рекомендовал сразу покупать 20 на 20 они ничем не хуже сейчас все как бы ну совершенствуется уменьшается в принципе как становится компактнее и можно ставить сразу 20 на 20 и вместо он будет занимать меньше весить он будет соответственно вас чуть меньше и больше у вас поместится соответственно ну компонентов сюда но вы должны понимать сколько места у вас остается сзади для того чтобы закрепить здесь видео передатчик и радио это обязательно то есть без этих двух компонентов он летать у вас не будет одно время видео передатчик я крепил вот этому верхнюю к верхнему плейту но это очень неудобно потому что во первых ну вы часто и и снимаете для того чтобы там добраться туда отпаять а во вторых ну закрепить сверху его довольно сложно куда проще закрепить снизу с другой стороны разносить по разным сторонам разные компоненты очень полезно потому что они создают помехи короче говоря друг на друга вот поэтому старайтесь как-то их отделять там изолировать относить друг от друга на расстоянии на какое-либо и соответственно ну вот смотрите чтобы для размещения ваших компонентов хватало места ну допустим вот этот виде передатчик он достаточно большой хотя это уже маленький считается виде передатчик он туда влез вместе с crossfire а вот например вот здесь например установлен более микроскопический видеопередатчик ну и просто меньше мощность но зато сюда влазит и все в порядке здесь сбоку только установлен автономный бипер про который я уже рассказывал опять-таки питание я стараюсь выводить назад практически на всех квадриках у меня так сделано ну во-первых провод от аккумулятора он легко сюда подходит называется не надо сбоку никуда тянуть заламывать там и тогда хотя многие любят вот сбоку подключать его то есть выводит его здесь например где-то крепят специальным креплением и соответственно крепят ну вот таким образом я честно говоря так не люблю мне нравится сзади ну зато это может создавать дополнительные помехи на антенну например это тоже надо кстати учитывать его допустим смотрите здесь видите насколько близко питание кабель питания до от антенны находится вот ну я так понимаю здесь самое главное это вот это место ты за отсюда исход исходят эти все потоки гуманитарные опять словечки соответственно здесь все в порядке ну лучше конечно все фиксировать вот этот разъем соответственно печатать какой-то на 3d принтере крепление чтобы он прям фиксировался здесь жестко его невозможно было там как-то не болталась но я аккуратный человек поэтому мне вот особо ничего не болтается но все-таки я бы конечно переходил уже на какие-то крепления специальные крепление это вообще отдельная тема вот ими обязательно нужно будет озадачиваться каждый раз когда вы собираете квадрик вам нужно сразу думать как как у вас чем будет где крепиться и и так далее желательно конечно сразу купить раму например есть сейчас рама диатон рома f5 вот у нее очень крутые крепления она сразу идет с креплениями то есть вы покупаете раму собираете ее и все пластиковые крепления сразу на нее прихерачиваете вот и у нее есть крепления боковые даже которые вот здесь вот закрывают всю электронику такое как бы заглушка боковая выглядит прикольно мне кажется для для того чтобы снимать какие-то видео синематики там летать над там где горы там пейзаж какие-то снимать мне кажется вообще идеальный вот и соответственно антенна ведь у меня как далеко расположена но это вообще тестовый квадрокоптер на нем самая длинная антенна расположена большая антенна у нее как есть и плюс так и минус плюс в том что как бы квадрик не повернулся антенна никак не экранируется рамой практически вот но вот это вот длинная ножка создает вибрацию то есть вы же летите в воздухе она вибрирует и соответственно но какие-то паразитные вибрации будут идти на полетный контроллер и видео красиво вы не запишите здесь уже покороче ножка да ну это довольно таки твердо она держится все равно она здесь болтается поэтому лучше переходить на супер там какие-то короткие антенны или антенны вообще без ножки то есть еще короче антенка вот лучше убрать вот такие но тогда соответственно она будет экранироваться рамой и вы допустим от себя вы полетите нормально а когда вы развернетесь в обратную сторону представьте себе полностью вся рама будет экранировать вашу антенну вот сейчас видите антенну то есть в таких положениях я ее вижу то есть я могу получать сигнал от нее а вот так вот уже нет вот так я не получу никакого видео сигнала и когда я буду лететь на себя таким образом я буду видеть очень сильные помехи или вообще ничего не буду видеть поэтому нужно будет поворачиваться немножко лететь бачком либо так либо как-то так как-то так и так далее так теперь давайте познакомимся с софтом буквально в двух словах есть значит betaflight конфигуратор есть ему flight конфигуратор есть еще полно всяких разных других от конфигураторов я пользуюсь пока этими двумя вот и соответственно есть еще вот был хели конфигуратор для конфигура конфигурирования вашего регулятора то есть можно конфигурировать регулятор а можно полетный контроллер ну соответственно чаще всего вы будете за ним заниматься конфигурация полетного контроллера это программа betaflight большинстве случаев давайте и запустим посмотрим на нее примерно что она себя представляет и вообще как в ней чё там как не работать так для того чтобы ее протестировать можно будет подключить наш квадрокоптер делается это при помощи шнура и usb mini usb mini usb подключается к полетному контроллеру квадрокоптера ну и в usb канал вот у меня здесь автоматически сейчас произошел connect можно нажать эту кнопочку ну вот у меня стояла галочка подключаться автоматически программа выглядит следующим образом здесь значит такие датчики которые показывают что у тебя там подключено в данном случае гироскоп акселер gps по идее должен тоже гореть но почему-то он здесь не отображается не знаю почему здесь показывается сколько свободно пространство на флешке которая встроена в полетный контроллер кнопка включения включения режима эксперта обновление прошивки и так далее первым делом мы попадаем в некий сетап вот в котором мы можем взять в руки наш квадрокоптер и покрутить его сейчас он висел у меня на стене вот я взял его в руку начинаю крутить и понимаю в каком направлении он у меня летит как то есть как он у меня настроен я не буду сейчас показывать все настройки бета-флайт я просто покажу что это такое и примерно с чем вам придется связаться вот здесь есть вкладка порты я говорил что на f4 там у вас там грубо говоря там три юарта а на f722 полиэтном контроллере может быть там больше юартов в данном случае их три ну вот я зато умудрился подключить сюда gps на на шестой юарт о том как это все работает я не буду сейчас рассказывать это неважно это отдельные отдельные темы для отдельных разговоров настройка это все в этом можно разбираться часами вкладка конфигурации в которой соответственно тоже указывается на каких частотах работает ваш полетный контроллер процессор там всякие галочки включается в общем тут очень много всяких настроек я думаю что нет смысла их сами разбираться питание и батарея режим файл сейф то есть что происходит когда ваш квадрокоптер теряет связь с радио в новой прошивке бета-флайт появились пресеты но я даже в этом разбираться как я не хочу пит тюнинг это вот как раз тоже интересная тема очень сложная в общем для того чтобы ваш квадрокоптер летел правильно ровно и не трясся вот нужно настраивать так называемые пиды и айди proportional integral и дериватив параметры вот о том что это такое я ну рассказать вам не буду я сейчас вставлю просто видео как работает и айди и вы наверно поймете либо ссылку укажу не знаю в общем это отдельная тема соответственно как и рейты как и фильтры рейты это то как резко будет реагировать ваш квадрокоптер на ваши действия вот это все можно настроить там кривые прочее параметр фильтр это вот то что как бы фильтрует лишние помехи и вибрации и это прям математика с физикой здравствуйте если вы плохо учились по математике по физике у вас были там тройки двойки то добро пожаловать короче здесь вы здесь умрете вот ресивер это ваш передатчик ваш приемник передатчик ваша аппаратура настраивается здесь выбирать протоколы и так далее ну в общем это же отдельная тема режимы на вашей аппаратуре я извиняюсь конечно я ну заикаясь и говорю не те вещи но это неважно gps сейчас ничего не найдет чет почему-то он не работает опять ну ладно неважно здесь настраиваются моторы на этой вкладке протоколы на котором работает ваш регулятор вот они ведь как бы связаны моторы и есть и если это регулятор моторы и си протокол в в завязке вместе в связке вернее работает везде это он скрин дисплей это то что отображается на вашем дисплее когда вы летаете ну данном случае это спутники удаленность от точки направления до этой точки широта долгота здесь warning так называемый о низком напряжении на аккумуляторе здесь в принципе напряжение аккумулятора показывает здесь показывает то на каком канале из какой мощности работает ваш видеопередатчик в данном случае это race band так называемый частотный диапазон race band канал 2 мощность 200 здесь скорость но это все опционально от можно отключить там подключить и так далее здесь так называемый rssi о котором я уже говорил это качество ну как бы не качество связи это то примерно давайте назовем это качеством связи несложно объяснять эти вещи вообще это качестве зале link quality но здесь rssi короче говоря то есть качество приема грубо говоря вот а это уровень газа это очень полезная функция тоже кстати когда вы допустим летите вы можете понять на каком уровне газа у вас тот или иной кульбит происходит и не забыли ли вы убрать например газ при выполнении флипа а это очень важно если вы учите трюки ну это важно его собственно здесь все это настраивается вот здесь вкладка видео трансмиттер которым настраивается соответственно вот band ваша частотный диапазон канал мощность передатчика прочие настройки и загружаются в vtx таблицы для вашего видеопередатчика сенсор если у вас есть какие-то установлены дополнительные устройства сенсоры то здесь можно все их отслеживать прям смотреть в реальном времени здесь вы можете настраивать то как будет писаться лог файл в ваш black box black box следующий значит следующая вкладка здесь можно выбрать тип памяти это память на полетном контроллере либо вообще отключить запись слога либо это какой-то сериал порт в общем здесь все это настраивать здесь пока свободное пространство так и соц.кли это командная строка где вы можете прямо вручную ну типа писать всякие разные команды тесных help есть тут прикольно здесь есть статус а он что-нибудь подсказывает ну-ка vtx ой vtx не важно короче говоря суть в том что вы здесь через команду строку можете менять всякие разные параметры в том числе те которых нет в основных разделах то есть здесь что нет а вам нужно что-то там дополнительно исправить то вот через команду строку вы будете это делать только в тот момент когда вы научитесь вообще всему вам понадобится вот это вот командная строка ну либо при переезде с одного квадрокоптера на другой любит либо при замене полетного контроллера когда вам нужно будет все параметры переносить для этого есть соответствующая команда это тоже все отдельная информация вот соответственно так выглядит бета-флайт есть у нас эму-флайт выглядит он примерно таким же образом но сейчас он не подключится потому что подключен он к другому полетному контроллеру но по сути это все то же самое вот и соответственно программа которая конфигурирует регулятор оборотов она тоже наверное сейчас у нас не подключится что то что для нее нужно подключать аккумулятор вот а мне лень вот и но это не суть важно это на самом деле тонкие настройки это отдельное видео надо записывать если вы хотите я могу записать прям отдельное видео по настройке был хели конфигуратора все это нюансы там какие тайминги выставлять и прочее прочее мощности там прошивки так далее вот на этом пока все вот я здесь сравнивал вот их таблицы они ничем не отличаются практически кроме вот этих параметров ну я надеюсь для начала информации вам достаточно нас слишком много наверное много чего лишнего наговорил но большая часть я вырезал поэтому хаха довольствуйтесь тем что что есть на этом все всем пока спасибо что смотрели пишите ваши комментарии лучше гневные пишите сразу что я сказал там что то не так и вообще я дурак спасибо за просмотр